Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Моя Американская История. На это видео мне подтолкнули комменты с моего предыдущего видео, где я разъясняла детали влияния указа президента Дональда Трампа на запрет выдачи иммиграционных виз победителям лотерей DV 2020 и 2021. И читая, честно говоря, мне вот больше всего лотерейщиков жалко из всех, и читая комментарии, я понимала, что даже у меня на моем маленьком канале пишут очень много людей, у которых было уже назначено интервью, и за неделю, за две интервью отменили, и люди, естественно, потратили и деньги на тот же медосмотр, люди потратили время, естественно, их надежда. Умерла, попасть в Соединенные Штаты, и они могут попрощаться со своей американской мечтой, по крайней мере, вот по этой программе, по DV 2020 этого года они не смогут въехать в Соединенные Штаты именно по этой программе. Ну так вот, читая эти комментарии, я еще раз хочу, ребятки, вам напомнить и посоветовать, играйте в лотерею ежегодно, даже если вы выиграли. Помните, я снимала такое очень подробное видео о том, как получилось так, что я выиграла лотерею грин-карт два раза? Если коротко, то в октябре я подаю на лотерею, в мае я узнаю, что я выигрываю, но в следующем октябре, даже зная, что я выиграла и уже отослала документы на грин-карту, я по-любому подаю еще раз заявку на лотерею грин-карт. Почему? А потому что я не люблю рисковать. Я не люблю ситуации, когда разрешение этих ситуаций зависит не от меня, а от третьего лица. Я люблю, когда у меня есть бэкап. Что получается? Хоть в мае я и выиграла, я была здесь, в США, на рабочей визе, но рабочая виза у меня как раз в октябре и заканчивалась. Ну так, давайте так. А когда это было? 2010 год. Май 2000. В октябре 2009 я первый раз подала, в мае 2010 я проверила, я выиграла. И в октябре 2010 у меня заканчивалась рабочая виза, и я думаю, а вдруг мне не продлят рабочую визу? И как результаты не смогу получить здесь грин-карту, потому что как бы я буду вне статуса. А вдруг я попаду в больницу, и я не смогу прийти на интервью по грин-карте, по девилотерею, а меня там никто ждать не будет. Это вам не воссоединение с мамой, папой, детками или с супругами, где скажут, ну ладно, у нас же нету ни квот, ни по времени неограниченный. Давайте мы вам принесем интервью. Хренушки, там еще 100 тысяч ждет, поэтому не смогла прийти на интервью. Ну и фиг с тобой. Другой придет. Так вот, поэтому, зная все риски, я подала в октябре 2010, хотя опять уже в октябре 2010 я отослала, ну там не DS-260 было, а i485, по-моему, ну типа DS-260 для тех, кто здесь в США живет. Потому что тогда DS-260 не заполняли те, кто в США менял статус на грин-карту, заполнял ей другую форму. Ну так вот, хоть я и это слала, вот эту типа DS-260, да, как бы документы, говоря, вот я хочу получить грин-карту по выигрышу DV, я все равно в октябре же подала еще одну заявку на DV-2000, какой-то там уже год был, 12. Ну, у меня, слава богу, все получилось, мне в ноябре уже выдали грин-карту, вот не попала я ни в больницу, ни ногу не сломала, и мою рабочую визу мне одобрили, я была в статусе и так далее. Но в этом же видео я сказала, ребята, даже если вы выиграли, проверили результаты в мае, по-любому подавайте еще одну заявку в октябре, потому что вы не знаете, что может случиться. Какие-то обстоятельства, опять же, вы можете заболеть, ваш родственник может заболеть, и этому родственнику потребуется уход, я не знаю, там, ну мало ли что может случиться. И вот вам, пожалуйста, результат. Кто ожидал такое? Пандемия! Закрыли границы, приостановили выдачу неиммиграционных, ой, иммиграционных и неиммиграционных рабочих виз, и лотерейщики, победители вот попали под этот бан. Посмотрите, что случилось. Поэтому, ребята, помните, всегда себя подстраховывайте. Выиграли вы в мае, отлично, но вы не знаете. Понимаете, выигрыш лотереи гринкарт, я тоже об этом все время говорю, не гарантирует вам получение гринкарта. Выигрыш лотерея гринкарт, это что такое? Это возможность подать документы на гринкарту на основании того, что вы выиграли. Потому что оснований получить гринкарту не так уж и много. Там, типа, воссоединение у вас, родители граждане, например, или дети граждане, или супруги граждане, или по работе. Оснований, в принципе, немного. И ДВ, выигрыш ДВ, одна из них, но это не гарантия, что вам дадут, и вот вам, пожалуйста, доказательства. У людей были интервью назначены, и бац, все отменилось. Поэтому всегда говорю и буду говорить, подстраховывайтесь, все равно подавайте заявки, даже если вы выиграли. И не думайте, что, подавая заявку, вы отнимаете у кого-то место. Это неправда, даже если вы выиграете, но никакие документы отсылать не будете. Это значит, что ваш выигрыш, типа, аннулируется, и ваше место отдается тому человеку, который выиграл с большим номером. Поэтому, опять же, места вы не будете забирать ни у кого. Тот, кто знает весь процесс, да, лотерея Гринкард, естественно, в курсе того, как это все происходит. Поэтому, ребята, подстраховывайтесь. Еще раз напоминаю, вы проверяете заявку. Те, кто ДВ 2021, да, люди, те, кто выиграл ДВ 2021, я вас поздравляю, но, пожалуйста, в октябре. Надеюсь, Гринкард лотерея состоится. Пожалуйста, подавайте еще одну заявку. Итак, каждый октябрь, пока у вас на руках этой Гринкарты не будет физически. На этом все. Надеюсь, это поможет. Спасибо большое за внимание. Пока.